Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Ну что ж, начнем с классики, начнем с положения на фронте, потому что, так или иначе, это важная тема, и важная тема политически. Итак, Северодонецк для сейчас, потеря вот этого выступа, скажем так, о котором сейчас много говорят, говорят, ну, русские говорят, касаясь Великой Победы, украинцы, я смотрю, они не истерят, правда, уже, слава Богу, но, тем не менее, есть разные, например, Евроньюз сегодня, я после очень долгого перерыва посмотрел Евроньюз, они пишут. Отступление Украины. Итак, насколько оборона Северодонецка и Лисичанска дальнейшая была оправдана с военной точки зрения, и что-нибудь поменялось в стратегическом положении армии в связи с этим? Дело в том, что та же высшая руководство Российской Федерации заявила, что нужно отдохнуть. Они же не от хорошей жизни это заявляют. Я хочу напомнить зрителям слова президента Российской Федерации. Сказал, что после захвата Луганской области войскам нужно отдохнуть. Я считаю, что смена тактики украинской армии во время второго этапа, когда российская армия вывела украинскую армию на симметричные боевые действия лоб в лоб. Именно смена этой тактики, выравнивание фронта, изматывание российских войск путем тактических отступлений, продвижение российской армии каждый километр стоило ей большого количества потерь. Как в людях, так и в техниках. Есть разные подходы. И даже месяц тому назад я сказал, что это ничем. То есть можно по-разному смотреть на эти вещи. За время второго этапа Россия продвинулась на 40 километров. Это результат? Это результат. Это тактический результат на поле боя. Но какой ценой и не путем разгрома противника достигла этого Российская Федерация. А если смотреть на общую картину боя, то за этот период и какие-то участки фронта на Харьковской и Херсонской области освободила Украину. Патовая ситуация. Ничья. У сторон ничья. Россия взяла часть Луганской области, Украина освободила часть Харьковской области и часть Херсонской области. Борьба нищая. Патовая ситуация. Ни одна из сторон не может достичь победы и нанести решительный урон по противнику. А был вариант, был такой период во время вот этой битвы за Донбасс, что называется, когда у вас были не подозрения, а, наверное, опасения по поводу того, что Украина может проиграть, то есть проиграть вот эту битву, я имею в виду, не войну вообще, то есть может посыпаться фронт и так далее. Был такой период, был такой период, это где-то 40-50 суток тому назад, я видел, что украинская армия огневые возможности упали силен. Это период максимальных потерь, это период боев на Волновахе. Волновав, украинская армия потеряла полноправную бригаду, но подосвела заходное оружие, были задействованы ресурсы, и украинская армия смогла остановить противника и воспрепятствовать провалу фронта. Некоторые аналитики говорят, что вот как раз вот тот прорыв, который получился на попастной залахой, это как когда был сформирован котел, да? Я считаю, что украинская армия целенаправлена и задолго, где-то с середины северо-донецка, украинская армия начала формировать новую линию обороны, пришло понимание того, что надо выравнивать фронт. И, скажем так, я не считаю, что это был оперативным провалом фронта. Скорее всего, войска отодвигались назад, и на каком-то участке фронта у российской армии получился оперативно-тактический прорыв. Вот и тогда тоже был как бы риск провала фронта, всего Восточного фронта, но как бы украинская армия смогла этого избежать. Но самый трудный период для украинской армии – это период боев в Заволновах. Тогда украинская армия была практически без артиллерии и была очень трудной. То, что вы предсказывали в свое время, что придет современное оружие, и начнется совсем другая война. Поставки идут, вооружение получается, но явно недостаточно. Сейчас уже можно сказать, что началась совсем другая война? Да, началась совсем другая война. Вот, Келла, для того, чтобы воевать, вырабатывать новые решения, нужно время. Вот вы представьте, что вытворяет четыре Хаймерс. Всего четыре. Их четыре? Пока да. Пока в нашу... Больше? Просто надо скрывать, я про это говорю. Да, да, да. Ну, может и больше. Но у меня информация, что их четыре. Но не в этом суть. То есть, и четыре достаточно для того, чтобы они, вот какую работу они делают. Американцы вместе с украинцами пришли к выводу того, что нужно уничтожать резервы. Я вам говорил, да, об этом? Да, да, да. Вот это то, о чем мы говорили. Да, да, да. Асимметричная война. Спутники снимают, вскрывают склады, вскрывают командные пункты. По ним отрабатывают Химос. А то, что они на Донецке в ближайшее время не смогут наступать, так это и из-за этого воздуха. Снарядов нет, чем наступать? Ни снарядов, чем наступать? Ни топлива для танков, чем наступать? Вот это выкрашивает наступательные возможности противника. Раньше это достигалось потом украинских бойцов, военнослужащих, которые держали фронт. А сейчас артиллерия, хайморсы полномерно уничтожают наступательные возможности противника. Вот что такое качественный перемес, перевес, и вот что такое асимметричная война. За 10 дней уничтожено более 20 складов с артиллерийскими снарядами, боеприпасами. А чем танк стрелять будет в бою? Вот так. Кстати, оговорка была по фрейду, качественный перемес. Их действительно начинают перемешивать. Рамзан Кадыров поставил у себя в телеграмме песню «День Победы». Лисичан взяли, великое достижение. Все говорят, ну и освободили Луганщину. В комментариях пишут, Луганская область – это громадный промышленный потенциал, это полезные ископаемые. Есть промышленный потенциал, мы там разрушили, мы там города разрушили. Я не удивлюсь, что напишут, что там еще и залежи бора есть. Или какие-то редкоземельные материалы, да, это самое дорогое, да? Американы, они говорят в следующую вещь, что мы не хотим, чтобы по российской территории стреляли хаймарсы и вообще что-нибудь. Поэтому хаймарсы мы будем сами давать цели. То есть Америка? Политическое заявление, но, скажем так, они одним заявлением сделали два месседжа. Это то, что мы даем украинской армии цели, да, цели указания. И второе, что, то есть по вашей территории мы пока не стреляем, цели не выдаем. То есть в одном заявлении было два месяца. А только это они с первого дня не выдают цели указания. Вся спутниковая группировка Соединенных Штатов Америки, они даже коммерческие спутники используют, чтобы обеспечить бесперерывность. Они спутники же вокруг шара крутятся, да. И есть периоды, когда, скажем, даже пять спутников появляется пробел. Да, вот, скажем, на полчаса, на час. Чтобы не допускать пробелов, они обеспечивали, скажем так, онлайн. Да, вот постоянно на территории Украины находятся спутники, которые ведут съемку. Только это они, я говорю, что украинская армия имеет лучшую ситуационную осознавленность. Я имел в виду это. Ну, они сделали политическое заявление, дали месседж России. Но ведь Россия тоже космическая держава. В России тоже есть какие-то спутники свои, какие-то действия, конечно же. Даже насчет возможностей российских спутников разведки, много получается так и, как и с другими образцами оружия. У них реально проблема с разведкой. Реально. Как стратегической, так и оперативного уровня. У них огромная проблема с разведкой. Я даже чего не ожидал. Вроде радиотехническая разведка в российской армии всегда была хорошая. Они даже как бы уже и радиотехническую разведку уже как бы проблемы. Хотя вот во время вашей грузинской войны они их используют. Это специальные самолеты АМ-26. Они летают, они крутятся. И вот где какая радиолокационная система, радиолокационная система включается, они засекают ее место, выдаются или в Казань. У них даже в этом проблемы получились. Скажем так, российское имя неприятно удивило. Скорее, приятно удивило, но оказалось... Ну да, то есть получается такая ситуация. Вообще, Аргений, ну, простой вопрос. Уже не просто как к военному эксперту, но и как просто к человеку. Неужели всего-то у всех проблем, которые есть в российской армии, они не знали? Ну, как можно не знать? Ну, как можно не знать? Вот я часто вот слышу различные разговоры, что они не знали, их обманули. Как в 21 веке можно обмануть человека со смартфоном, Ген? У человека всегда есть возможность в течение 10 секунд получить альтернативное мнение. Вы со мной согласны? Абсолютно согласен. Ну, значит, они знали, и это русская авось их и стала губить. Может быть, они... Они не знают, что у них МКС дырявый в космосе. Это означает, что у них в космонавтике системный кризис с производством блоков, с производством корпусов, ракет. Ну, как это можно? Не знаю. Ну, люди не хотели слышать плохие новости, вот и промахнулись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...